Всем привет! Меня зовут Маша Матусова, я повар еды и наставник в школе еды. И сегодня я покажу, как сделать идеальный салат. Сейчас лето, жарко, хочется чего-то легкого, холодного, и если вам надоела окрошка и хочется какого-нибудь небанального салата, а у нас сегодня будет салат без помидоров и огурцов даже, то я сейчас покажу, как сделать его более сытным и полноценным. За отличный источник белка. Его можно заменить зеленым горошком, который сейчас сезон, или замороженным горошком, который может у вас завалялся в морозильнике. Также его можно заменить консервированной фасолью. Также отлично подойдет, например, кинуа или кускус или булгур. Они суперспутники летних салатов, любых салатов. Еще отлично насыщают жиры. Мы сегодня взяли фиэту. Также у нас в салате будут орешки, семена. Это отличный источник полезных жиров. Также отличный источник полезных жиров это, как правило, заправка, потому что она делается на основе ароматного масла или йогурта, а мы еще, к тому же, будем сегодня использовать рубеч из кунжута. Начнем делать наш салат. Для начала мелко порежем красный лук. Он отлично подходит для салатов. Он сладче, чем обычно репчатый, у него более нежный вкус. Нам хватит половины головки. Чем меньше вы нарежете лук, тем лучше, потому что так его вкус будет менее навязчивый, не будет забирать внимание на себя и вкус всего салата будет более гармоничным. Поэтому после того, как я нарезала лук, я прохожусь по нему ножом вот так. Здесь очень важно не сгибать пальцы и держать нож ладонью открытой. Овощи это источник углеводов, витаминов, клетчатки. Например, по салаткам перца много витамина С. Его мы для этого салата нарежем соломкой. От этой белой части лучше избавиться, она невкусная, немножко похожа на губку. Ее можно просто вырезать, пока вы нарезаете перец. Вообще можете нарезать перец так, как вам нравится. Можете мелким кубиком, как на тапуле, можете крупными кусочками. Это остается на ваше усмотрение. Мне для этого салата захотелось порезать соломкой. Перец нарезали, приступаем к редиске. Для начала удалим ботву и кончики. Перец я нарежу на терке мандолини. С мандолиной нужно работать очень осторожно. Лучше не вырезать овощи до конца, потому что можно запросто повредить себе пальцы. За этим нужно следить. Еще на пятерке очень классно натирать молодую морковь или молодой кабачок. Вообще можно использовать любые овощи, потому что всех их потом в итоге объединит заправка. Кстати, вот такой нарезанный редис отлично хранится в воде в холодильнике. То есть вы нарезаете, вы натираете на терке, заливаете фильтрованной водой, отправляете в холодильник, и он там отлично проживет и будет хрустящим еще 3-4 дня. А если будете регулярно менять воду, то можете еще дольше. В качестве базы для салата я буду использовать салат Романа. Он очень свежий, легкий, у него ненавязчивый вкус, он мне очень нравится. Вы можете брать салаты по своему усмотрению. Например, есть лолроса, у него такой интересный яркий цвет, при этом у него есть легкая горчинка, это хороший акцент для салата. Вы можете брать более ненавязчивые сорта, например, салат Айсберг или Фрилес, Фрилес очень хрустящий. В общем, выбирайте сами. Салат Романа я нарежу лентами. Для этого я немножко сверну листья и просто их нарежу. Вообще нарезка может быть любой. Салат можно нарвать руками, овощи можно нарезать на мандолине, а длинные овощи, например, огурец, морковь или кабачок, можно вообще нарезать овощечисткой. Получаются такие тоже тонкие ленты, которые отличную текстуру салату придадут. Еще у меня есть зелень с нашего огорода. Если вы не знали, у нас в зале редакции растет огород, который мы сами посадили. У меня есть кинза, есть мята и для красоты немного мангольда. Вообще зелень с ярким вкусом, например, кинза и мята, это отличный спутник летних салатов, отличный акцент для летнего салата. Листья я немножко просушу и просто отделю от стеблей. Их даже не хочется нарезать, настолько они молодые и свежие. Крупные листья мяты можно просто порвать. Овощи нарезаны, приступим к заправке. Сегодня я сделаю две заправки. Одна будет на основе греческого йогурта и тахини, урбича из кунжута, а вторая на основе абрикосов, у которых сейчас сезон. Мы будем делать заправку из абрикосов в блендере. И для того, чтобы избавиться от мелких частиц, мы сначала снимем с абрикосов кожуру. Для этого нам нужно будет их бланшировать. Сначала сделаем крестовой надрез на каждом абрикосе. По этому же принципу снимается кожура, например, с помидоров. А вы для этого же салата или для любого другого салата можете снимать кожуру с персиков, с нектаринов, с чего угодно в целом. Бланшировать абрикосы нужно не более 30 секунд, иначе они превратятся в кашу. И их нужно будет сразу поместить в холодную воду, чтобы они перестали готовиться. Вообще фрукты в салате – это не такая уж и редкая история. Летом в ресторанах очень популярен салат с жареными персиками, например, и жареным халуми. Отличное сочетание, кстати. Также очень популярна в азиатских ресторанах заправка на основе манго. Но у нас манго не растет, поэтому будем использовать абрикосы. Как я уже сказала, абрикосы мы будем превращать в пюре, поэтому избавляем плоды от косточек и сразу кладем в блендер. Такая заправка хранится в холодильнике несколько дней, поэтому можете сделать сразу побольше. Добавляем в блендер остальные ингредиенты. Зубчик чеснока, немного хлопьев чили. Они отлично сочетаются со сладкими фруктами. Цедра лайма и лимона. Вообще цедра цитрусов – это прекрасный акцент для любой заправки. Неважно, летний это салат или выпечка. Цедра хороша везде. Чтобы уравновесить сладость абрикоса, мы добавим немножко уксуса. Но это не простой уксус, это уксус на основе яблочного сидра. Вообще уксусов огромное есть количество. Это не обязательно просто какой-то стандартный уксус столовый, а не обязательно винный уксус. Их много. Некоторые уксусы делают даже на хересе, например. Добавляем совсем чуть-чуть. Также не забываем о соли и перце. И добавляем оливковое масло. И измельчаем до однородной гладкой текстуры. Всегда важно пробовать заправку, потому что точных пропорций нет. Ориентируйтесь на свой вкус. Эта заправка готова. Приступаем ко второй. Вторая заправка более классическая, на основе греческого йогурта и тахини. Это очень популярный соус на Ближнем Востоке. Для него нам понадобится еще сок лимона. Так, все. Берем йогурт. Добавляем в него немного лимонного сока. Тахини. Чеснок. Немного меда для сладости. Соль. И черный молотый перец. Теперь перемешиваем. Вторая заправка готова. Можем собирать салат. На дно каждой тарелки выкладываем листья салата. Добавляем нут. Лук. Выкладываем оставшиеся овощи. Перец. И редис. Теперь сверху добавляем фета. Ее можно просто поломать руками и обязательно резать. Добавляем заправку. Я всегда рекомендую заправлять салат перед подачей. Так он дольше остается свежим. И, например, можно взять с собой на работу отдельно овощи, отдельно заправку. И украшаю. Этому салату достаются семена льна и семена кунжута. А этому салату достанутся лепестки миндаля. А сверху украшаем зеленью. Вот так с помощью одной базы двух разных заправок можно сделать абсолютно разные два салата. Ищите рецепт под видео. Готовьте и экспериментируйте. Приятного аппетита! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...